Скандал, уже названный газетчиками русской сагой, получил сегодня новое развитие. В Твиттере президент Дональд Трамп воспользовался любимой медийной платформой, чтобы поддержать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флина. Флинн был вынужден уволиться всего через три недели после вступления в должность, когда выяснилось, что он умолчал об истинном характере своих бесед с российским послом. Теперь его адвокаты настаивают на том, что ему необходимо заручиться иммунитетом от судебного преследования, прежде чем он согласится давать показания в ходе слушаний, которые проводятся сейчас на Капитолийском холме. Цель слушания, напомню, выяснить, в какой степени Россия вмешивалась в ход президентской кампании 2016 года и не происходило ли это сведомо избирательного штаба Дональда Трампа. В нашей студии политический обозреватель Артевия Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Если человек пытается обезопасить себя от судебных преследований перед тем, как давать показания, значит ли это, что он чувствует за собой вину? Здравствуйте, Лиза. Если говорят два нормальных человека, то такая постановка вопроса абсолютно логична. А вот если говорят два политика или юриста, то это совсем другое дело. Конгрессмен Эдам Шиф из Калифорнии, демократ в разведкомитете Палаты представителей, уже вовсю намекает на то, что генералу Флинну есть что скрывать, иначе зачем ему иммунитет? Республиканцы во главе с президентом кричат, что юридическая неприкосновенность – единственная защита от повальной охоты на ведьм. И любой маломальский грамотный адвокат обязан был на ней настаивать. Майкл Флинн должен просить об иммунитете, потому что это самая настоящая охота на ведьм. Оправдание за крупный проигрыш на выборах, развернутое СМИ и демократами в исторических масштабах. Президент, конечно же, не хочет, чтобы продолжались разговоры о том, что его приближенные сотрудничали с русскими в какой угодно форме. В этом и состоит цель данного твита – быстренько дискредитировать слушания в разведкомитетах обеих палат Конгресса, объявив их охотой на ведьм. Лишь бы никто не подумал о том, что откровения Флинна способны даже теоретически инкриминировать президента или его окружение. История с Флинном, напомню, была страшным провалом на самом начальном этапе становления администрации Дональда Трампа. В сегодняшнем контексте даже позапрошлогодняя фотография Флинна за одним столом с Владимиром Путиным выглядит хуже некуда. Впрочем, президенту, как всегда, везет. Старый скандал вытесняется новым скандалом. Очень помог глава разведкомитета Палаты представителей, республиканец Дэвин Нунес. Хотя, как известно, услужливый дурак опаснее врага. Накануне выяснилось, что работники Белого дома тайно передавали ему тайную информацию. Согласно этим данным, президент Трамп и его приближенные в свое время попали на пленки разведагентств, которые в рамках борьбы со шпионами записывали их собеседников. Благодаря этому вопль президента Трампа о том, что за ним до выборов следил Барак Обама, получает определенные основания. Чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений, Нунес лично понес полученную в Белом доме информацию обратно в Белый дом, чтобы торжественно вручить ее президенту. Ему не пришло в голову, что со стороны подобная преданность могла смотреться как минимум смешно. После этого триумфа услужливости даже однопартийцы стали предлагать, чтобы он самоустранился от следствия. Какая уж тут, извините, объективность. Хочется отметить, что в этой стилистике метод президента выкидывать какой-нибудь скандальный твит, чтобы отвлечь общественность от предыдущего скандального твита, прекрасно работает. Остается надеяться на то, что данный способ управления государством окажется эффективным. Лиза. Спасибо, Маша. Я напомню, это была политический обозреватель РТВ Мария Гордон.